Добрый вечер всем. Сегодня у нас четвертое занятие по системе cpl-инструкций Bosch. По поводу того примера, там было то, что мы говорили про бинарное сравнение. Там было именно бинарное сравнение, в другом руководстве так было и написано. Сегодня мы вернемся на один шаг назад и посмотрим некоторые примеры использования перманентных переменных. И сегодняшняя наша задача это, а еще будет один пример null, как его можно использовать в условиях. Мы только сказали, что мы можем создать вакантность переменной, то есть удалить ее. Есть еще один вариант использования. Точно так же работает система FANUC. Мы поговорим об null. Операторы сравнения рассмотрим. И такие функции как repeat until, for step to next у нас было. Это еще один пример. Оператор go to и условия его работы. После чего мы рассмотрим один пример на использование условий if, else and if и использование такой функции как case. После чего попробуем составить небольшую пользовательскую управляющую программу, которая могла бы сделать циклическую обработку. Например, обработку квадрата для начала. Со следующего занятия мы подключим другие операторы и попробуем использовать более сложный пример. Сегодня мы попытаемся начать это. Итак, первое. давайте посмотрим на данное, на данный слайд. Все, что показал я сегодня вам, оно уже доступно в виде отдельного архива. Вы можете его скачать после занятия, либо сейчас он находится под под именем, либо под названием, под ссылкой. Короче, я в календаре. Вероятно, кто видел, можете скачать его. Итак, давайте посмотрим. Здесь вы видите отдельные строки и варианты присваивания значений. По сути, только мы еще раз должны посмотреть на такое действие, где происходит присваивание, а также к чему мы это присваиваем. То есть, какой тип данных есть у переменной и какой группе, либо виду переменных они относятся. Вы видите, что перед каждой переменной стоит знак, стоит знак add. Это значит, что данная переменная имеет свойство, она является глобального типа, либо перманентно, точнее, не глобальная, глобальная это решетка, и мы можем использовать ее в программу. Вы видите названия, которые могут быть как цифровыми, так и в принципе текстовыми. При этом есть возможность использования букв, после которых идут цифры, либо цифры, после которых их буквы также используются знаки соединительные, например, подчеркивание нижние, либо терра. Здесь в начале кадра не указаны энкоды, так как это CPL инструкция, не является выполняемой, точнее, она выполняется, но она является логической, то есть она никак не производит, например, смещение по координатам, либо какое-то реальное действие. То есть это просто логическая запись одной информации в другую. Тут написано следующее. Пользовательская, точнее, перманентная переменная, либо постоянного типа переменная равняется 1. То есть 1 записывается с левой стороны, и теперь переменная 1 будет равняться единочке. 2Counter. То есть это просто примеры записи. Имеется в виду не совсем запись, а примеры синтекса, то есть как мы можем ее организовать, как она может называться. Здесь, например, идет 2Counter равняется 2. То есть вот эта переменная, которая может и так называться, она получила 2. Здесь переменная ABCD получила 3. Но нужно учесть, что эта переменная, то есть тип данных, которым мы записываем, является интеджером, то есть он является целым. Это значит, что мы можем записать ее в переменную типа данных интеджера. Поэтому после переменной нашего типа перманентного стоит информация о типе данных, это знак процента. ABCD, знак процента равняется 3. 3 записали в переменной ABCD. Здесь то же самое, только записываем мы значение с плавающей точки RL. Это значит, что записывается она без указания знака интеджера, либо с указанием знака double. То, что вы видите в нижней части строки 30. В 30-й строке записывается большое значение и относится к double. Значит, после значения переменной, названия переменной, мы ставим знак восклицательный. IJKL, восклицательный знак. IJKL – это значение переменной, то есть ее название, ее имя, фактически оно может быть любым. То есть это не принадлежно с каким-то там IJK кодом, либо к повторениям. Это просто название. Как мы можем видеть, что это переменная? Так как после нее значение, после значения переменной стоит равенство, это значит, что выполняется либо сравнение его в условии, то есть, например, в условии if, then, while, do, case и других. Но в данном случае знак, точнее keyword, то есть слово либо оператор, либо operant if, например, не стоит перед значением значка вот этого собачки, значка add, перманентная переменная. Это значит, что это все-таки присваивание. Если это присваивание, значит, мы присваиваем значение в переменную. Значит, IJKL, EFGH, ABCD – это все значения, названия переменной. Значения же, которые они получают, они получают как раз после того, как система прочитала правую часть и записала в левую. Здесь запись IJKL получил вот такую цифру row, double. Здесь mnop, переменная, которая является перманентной, она имеет значение, точнее мы определили ее, а могли, кстати, использовать еще оператор dim, который определяет значение, а также размерность. И здесь мы записали с помощью знака вопросительного, информации о типе данных, boolean, либо логической. И тогда это значение может принимать true, либо false. Здесь принимает true, то есть мы записываем true в переменную mnop, перманентного вида, типа данных, boolean. Circle, видите, P-S-E-T-R-1 и в конце знак доллара. Доллар говорит о том, что тип данных в этой переменной string, то есть она может хранить текст, и этот текст записывается. Текст записывается в специальных кавычках, то есть они просто так устанавливаются, указываются, ну, такого нестандартного типа, то есть небольшим наклоном. То есть это такой формат записи, такой синтаксис, и на станке они такие и будут. Поэтому вам не нужно искать там какие-то соответствия AC кодов, либо еще чего-то другого. Ну, наверное, на следующем занятии давайте возьмем вот эту табличку, мы говорили, что есть такой кейворд, как SHR, да, знак доллара, который... Вопрос, можно? Да, давайте. А вроде как мы смотрели, что по преманентным может быть имя от 1 до 50. Да, нет, почему? Может быть от 1 до 50, может быть значение, любое другое также может быть. Это просто в примере было по системе 2, это я специально взял. А тип переменных будет только integer, там в таблице был. Да, в таблице был действительно тип integer, ну, давайте тогда сейчас об этом, то есть в второй версии системы Bosch и в языке как раз CPL2 использовался тип данных integer для переменных перманентного типа, которые могли как раз содержать значение целое, то есть без плавающей запятой, либо других типов. Но в более расширенных версиях, а из руководства номер 3, то есть не два типа данных, а три, как раз я взял вот такие расширенные возможности системы, где вы можете видеть, что переменные уже могут называться по-другому и в них можно присылать значения. Почему вышла небольшая путаница? Изначально я сказал, что можно использовать любые, но потом как раз вот на третьем занятии мы увидели как раз руководство, что можно только integer. Поэтому я хочу показать вам, что есть возможность использовать и другие варианты названий и другие варианты типов данных для записи. Как раз ответил на ваш вопрос. То есть первый раз все-таки я сказал правильно, но сказал для более новых станков с точки зрения третьей версии. Так как в принципе системы Bosch в СНГ покупались в годах 2000-2005 в основном, то большой их поток. Соответственно в данной серии больше используется руководство номер 2, то есть серия номер 2 по CPL инструкциям. Поэтому мы рассматриваем на примере руководство с 2, а это руководство с третьей инструкции. Поэтому здесь уже нужно для тех, кто будет работать с этой системой ЧПУ, вы увидите небольшую разницу. Нужно как раз вернуться к руководству эксплуатации той версии, которой вы используете, с которой будете работать. В данном случае это не является ошибкой. С другой стороны, если мы пишем в таком формате, например, когда значение переменной перманентного типа может иметь значение не цифровое, а буквенное, при этом тип данных у нас будет Boolean. Если мы это напишем, например, в серии старой системы Bosch, соответственно будет ошибка, так как он это не поддерживает. А новая система поддерживает и первый, и второй вариант. То есть фактически вторая версия поддерживает вот такой вариант написания. То есть когда стоит integer и тип данных целая. То есть есть такой и такой вариант. Более новые станки работают только так. Давайте посмотрим еще. То есть здесь есть вот еще три такие варианта, три такие записи. Варианты записи, да, 45-й квадратный, WZNR. WZNR, то есть это такая же переменная перманентной группы, к которой принадлежность идет integer, и она имеет значение как раз два. То есть вот это значение в скобках, оно определяет у нас длину, то есть количество символов. То есть получается, что мы указываем количество символов два, но можем записывать и один символ, например, символ шесть. То есть мы должны указать максимальное значение символов, в любом случае, либо равное значение символов, которые будут записываться, либо больше на одно, ну, либо больше на несколько. Главное, не меньше, иначе просто значение округлится, либо обрежется. Здесь мы записываем значение шесть. Теоретически мы могли бы записать, например, там и шестьдесят один. Два, шесть. Следующий вариант показывает значение для указания RL-значений. Обратите внимание, что после значения переменных указаний тип данных не указывается, значит, он относится к RL-данным. А это тот тип данных, который используется для ввода значений с плавающей запятой, то есть когда есть какое-то значение 7 и 6. То есть мы можем использовать его не для счетчика, например, которым бы мы считали по одному, шесть, семь, восемь, а, например, для координаты по х. То есть координаты по х, g01, x, 7.6, то есть 7,6. В таком случае мы должны указать и проинформировать систему, что запись будет переменной RL. Мы и записываем RL, потому что перед ней не стоит integer. А если бы стоял integer, то была бы другая ошибка, потому что не соответствовало бы значение записи, потому что не стоит знак integer, вот этому. Потому что это определяет как раз запись в 3,2, определяет запись количества символов до запятой и после запятой. Так как мы указываем это для RL, значит, не должно стоять ничего после как раз значения переменной WZ-кор. То есть здесь стоит все правильно. Теперь 7.6. Что это значит? Можем указывать максимальное значение. Вот скажите сами, какое максимальное значение можно написать, записать переменную WZ-кор. Цифровое. 9,9. Неправильно. Смотрите. 999,99. Правильно. 999,99. То есть это максимальное значение, которое мы можем написать. Если нам необходимо записать. Ну, то есть, в принципе, это значение среднего перемещения. Если взять портального станка, либо какой-то расширенный станок, у которого есть еще одно значение, то мы указываем еще одну цифру. Например, 9,99,99. Если мы работаем в дюймах, тогда 9,99, но тогда здесь не надо. Тогда, получается, будет вариант либо 3,4, либо вариант 4,3. Вот здесь они и записываются. То есть это значение в плавающей точке до количества символов, до ее и после нее. 7.6 это то, что мы записываем непосредственно сюда. Нужно следить, что мы именно пишем и пропустить как раз значение integer. То есть какого-то символа, потому что RL определяется без символов. Ну и последнее, что вы видите, мы определяем количество символов для ввода строков. Это string текста. DE записывается как текст переменную PSATTR2. Видите, то есть тут совмещенное значение. И в имени название, и буквы, и цифры вместе. Она перманентного типа для работы в одной программе. И мы присваиваем к ней тип данных, определяем как string. И записываем в нее значение di. То есть вы видите, что 55-я и 40-я строка, они примерно одинаковые. Туда и туда записываются значения. Только здесь мы не определяем число записей. И тогда число символов. Тогда она может принимать максимальное значение символов. Опять же, мы говорим о количестве памяти, которое выделяется под хранение для данной переменной. Переменной типа string перманентного вида. То есть если вы используете несколько переменных, у вас новый станок с нормальным объемом оперативной памяти и так далее, то это не имеет значения. Для более старых станков используется как раз такое limitation, ограничение для того, чтобы задать и выделить ту часть памяти, которая необходима. Все ли тут понятно? Ну, давайте пойдем дальше. Если что, вернемся. Сегодня нам нужно все-таки сделать уже какой-то небольшой пример, как раз который бы использовал разные типы перемен. Итак, мы рассматривали еще вот такую опцию как null, по-моему, на прошлом занятии. То есть мы используем null для того, чтобы сравнивать. Выравнивать. Это новая тема. И то, что мы сказали до этого, это deleting a variable. То есть удаление переменных, когда мы удаляем значение переменной. Имеется в виду то, что мы удаляем как саму переменную, так и ее значение. Ну, наверное, как саму переменную. То есть значение само собой удаляется. Вариант и пример, который мы рассматривали как раз для второй версии системы Bosch, был cpr-инструкцией, был такой xset равняется null. По-моему, кстати, там и было написано xset. Здесь указываются еще варианты. Видите, 1, 2, 3, 4. То есть еще строки следующие, которые как раз необходимы для осуществления определенной проверки. Не включая микрофоны, поставьте, пожалуйста, плюс. Кто полностью понял, понимает смысл этой части программы, этих четырех строк. Можно поставить плюс и можно поставить минус. Понимает, не понимает. Кто понимает и кто не понимает. Поставьте плюс либо минус для того, чтобы мне знать, нужно это повторять, не нужно это повторять. Я понял. 50 на 50. Давайте тогда еще рассмотрим немножко. Значит, удаление переменных. Все, можно написать. Окей. Удаление переменных. Это когда мы фактически удаляем значение из переменных. То есть по умолчанию это оператор, это оперант null. Обнуляем переменную. Можно так сказать. Немножко не называется, но обнуляем, потому что обнуление это как будто бы ноль присваиваем. На самом деле это не ноль, а это ничего. То есть это как раз вот вакантность переменных. Ну, можно сказать и так. Первый вариант это xset равняется null. Вместо xset могла быть какая-то другая переменная. Посмотрите, что мы не определяем, не называем условия, если переменная 0. Да, посмотрите, что мы не определяем ее как глобальную, как перманентную. Второй вариант и другие. То есть здесь в первом кадре мы фактически очищаем значение переменных. xset равняется null. Подождите, Алексей, вы много пишите, я не успеваю. Александр, точнее, извиняюсь. xset равняется null. Ну, все правильно. Дальше в втором, третьем и четвертом кадре, а их мы читаем вместе в принципе, потому что это начало условия и завершение условия, мы проверяем это значение. Что значит проверка? Сам оператор null, который либо keyboard, ключевое слово null, которое используется для удаления значения переменной, либо из создания ее вакантности, мы можем использовать для того, чтобы проверить, а вакантна ли она. Один из вариантов проверки этой переменной, она работает по системе true-false, то есть по системе фактически логических переменных, то есть булевого типа, логического типа. Да, нет, по такой системе работает как раз она, и если мы сравниваем любое значение переменной с помощью оператора равно с словом null, то есть это не название переменной, да, это специальное слово, оно пишется именно с одной буквой L, null, не с двумя, не маленькими, а именно так, то тогда выполняется, либо не выполняется действие. Как и любое условие, оно начинается на if, заканчивается на end if, в котором есть такой экран как then. Then это тогда. Мы можем написать значение после then, мы можем написать со следующей строки, мы можем поставить двоеточие, написать частично две строки, это неважно. В данном случае в первой строке мы обнуляем значение, как сказал Александр, либо создаем вакантность значения except, то есть уничтожаем ее. Во второй строке мы проверяем, если except равняется null, то есть если значение except, если вакантность except равняется null, то есть если она вакантная, то есть если мы ее перевожу на другой язык.